здравствуйте друзья наши тропы барселонские привели нас на побережье городок сиджес такой вот курортный как бы привычный городок вы видите вот всякие сооружения внизу люди культурно проводят досуг кушают выпивают красивая такая архитектура очень приятно мы проехались вдоль этой набережной и посмотрели особняки очень-очень все такое симпатичное с точки зрения так вот посмотреть на архитектуру соответственно конечно вот море средиземное прямо знаете меня подмывает сказать океан так по калифорнийской привычки но нет это не океан это средиземное море чудесный воздух вы не хотите очаровать нас очень в этом месте когда-то обосновались художники-модернисты вот вы видите тут двух художников-модернистов они значит что-то обсуждают известные в узких кругах люди и вот народ можно сказать в середине мая в общем как-то загорает купается вода достаточно прохладная вообще не так жарко даже и на воздухе вода градусов там не знаю может быть 16 17 такого плана 18 домики вам показывают с некоторого расстояния у нас был план такой чтобы здесь может быть перекусить немножко погулять перекусить и потом уже поедем мы обратно в барселону такие рестораны кальпинчо например да но это съесть тут это часа полтора пока приезда не быстро при чем при таком количестве народа это хороший ресторан я не думал может вас в ресторане оставить дом приедет пахнет рыбкой долго вы в нем просидели да видите дома на конце 19 века очень много интересных домов но это очень дорогая линия тут пытались искать дома купить квартиру квартиру не дом да и отказались от этой затеи потому что очень-очень дорого вот когда сидишь был основан римлянами как всегда да да тоже здесь отдыхали римское поселение субур бланка вот затем средние века город принадлежал организации киа альмония это организация была создана при кафедральном соборе города барселоны и основная функция она это благотворительная организация создавала организовывала обеды для бедов земли и вот этот рыбацкий городок сидишь принадлежал организации киа альмония поэтому на гербе мы видим тот же самый герб что он то есть тот же самый крест что на кафедральном соборе кафедральном соборе он посвящен святом кресту и святой евлали вот затем в начале 19 века город для себя открыли индианус вот эти вот богатые каталонцы которые разбогатили на американские торговли с америкой да и в конце 19 века здесь проездом оказался художник сантьягору сеньюль это один из известных художников модернистов в конце 19 начало 20 века ехал в город виланополь проезжал в брички местные художники его заметили сантьягору сеньюль то есть его в лицо сняли его знали да ну кто не все знали ну да живописью занимался конечно это знаете это как в семье 60-х годах сальвадор дали например да в лицо его знали все так и сантьягору сеньюль соответственно пригласили его организовали тут же ужина решили отметить короче не поехал он следовало остался здесь после этого ужина погуляли хорошо остался здесь на утро проснулся прошел тогда сидис был все таки довольно небольшой рыбацкий городок насколько вот его атмосфера ему атмосфера понравилось что в конце концов он купил 2 2 2 рыбацких хижины и перестроил ее эти хижины под свою мастерскую и свой музей то есть сам строил вот это вот на гербе у нас крепость потому что средние века здесь естественно была крепость из-за стратегического положения крест кафедрального собора барселоны потому что здание принадлежало и альбоне а это была организация при кафедральном 1889 год кирпичное здание это бывший рынок сейчас здесь находится музей бакарди вспомните вот эта герберка на бутылке рома находится вот факунта бакарди 19 веке вот эта летучая мышь отправился на кубу там создал фабрику по производству рома а в качестве торговой марки использовал эту средневековую эмблему каталонии сейчас здесь находится музей бакарди в понедельник музей вероятно закрыт интересное посещение один из дальних родственников семьи бакарди директор музея сначала историю семьи процесс создания рома а потом у вас практика вы делаете на базе рома коктейли и тут же их убиваете из первых рук знает семейные дела поэтому обычно турист очень веселый выходит после посещения этого музея давайте сюда в эту сторону пройдем самом деле центр очень компактными тут за 10 15 самые важные увидеть это слева или прямо это фасад один из таких силуэтов города помните когда мы подъезжали по морскому бульвару здесь тоже очаровательно вот налево да какая прелесть здание просто мы со стороны моря к ним подойдем ага с другой стороны сейчас я так вот насчет флага что-то сомневался на нем нет треугольничка никакого так без никакого треугольника это просто четыре красных полосы на желтом фоне понял треугольничком это республиканский и такие флаги на официальные знания республиканский как бы отзывы самой самостийный а вообще вот барселонцы если так посмотреть они отдохнуть куда поедут подскажем для них и среди сюда многие приезжают успехи здесь такое за мы приехали конечно это не то что для иностранцев там нет 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 что вы тут же рядом с барселоной видите барселоне есть пляжи до четыре с половиной километра пляж но рядом крупный порт качество воды конечно не то не сказывается да не то бывший городской городской госпиталь был перестроен пенсионер сейчас есть в рекламе военные разговоры не столь важны он создал здесь музей музей марисель быть каталонии начиная с средних веков потом разные периоды чай модернизм и кача друзья это как у нас давайте мы посмотрим вот вот такая авеню назвали бы просто проход вот эти вот дома парал марисель стиль модерн внутри декорирована очень интересно но не всегда как бы музей полау это музей полау это дворец дворец то есть у нас это музейная часть а здесь для разных презентаций церемонии используются и так далее а железная пещера здесь как раз находится музей сантьягору сеньоля и сейчас объединили два музея один ход вы смотрите оба музея здесь коллекция сантьягору сеньора кованая железо кроме того там можно увидеть две картины эль греку сантьягору сеньоль был в париже и по случаю приобрел две картины оригинала оригинала да привез их сюда решил разместить в мастерской когда приехали на поезд и вышли они понесли эти картины как такая процессия знаете религиозная и соответственно закончился праздником банкетом всем понравилась идея и решили проводить каждый год такие модернистские праздники почему считается сиджис столицей каталонского модернизма вот это вот европейское крыло модернизма то есть гауди он более такого консервативного принадлежал европейская были прежде всего художники они здесь устраивали праздники пьесы театральные банкеты и так далее и в течение несколько лет они развлекались в результате город получил такой интересный музей сегодня понедельник музей к сожалению закрыт но оттуда красивый панорамный вид на море там работы многих неизвестных прежде всего каталонских художников мандернизм вот они на праздник тело крест крестово такие кабры выкладывают цветами вот написано корпус тело корпус крестия 2018 корпус вот она красотища такая красотища такая ну что друзья мы пришли в ресторан он такой как бы с фонтом тут еще и места год над подождать минут пять-десять вроде и день такой не особо туристический но вот так вот тут пляж тут и ресторан тут какие-то жилищные туристические комплексы со всех сторон вот так вот мы тут расположились за столиком ведь у нас тут такое тенечек нам создали вот мы сидим дали нам меню мы изучаем вокруг люди так они гораздо более спокойные чем мы тут нам нужно покушать и дальше двигаться вот они просто так сидят до следа но они на самом деле нормально по английски говорят просто полный ресторан и вот пожалуйста сардины жареные на гриле это понятно а там еще два языка нас не так сильно волнует мы не в курсе ждем ждем нашу еду пока просто попиваем водичку здесь полно таких качков я красивых молодых людей таких накачанных которые загорают да и некоторые совершенно голые некоторые голые только наполовину там верхняя часть я веду женщин некоторые голые совсем то есть так как-то тут так нудисты и не нудисты в общем никто не нудит вот друзья вы наблюдаете значит мне принесли о окуня и этого из этого окуня сейчас вытаскивают косточки меня спать или косточки вынуть я говорю да вот они вынимают косточки хотя в принципе я наверно мог бы и сам это съесть но вот так то такой сервис а у светланы это сибас да света ты знаешь на сибас не похожи совсем на нас ну а может и другой сибас это обычное дело обычное дело вот вы наблюдаете как вынимают косточки из рыбки да надо сказать что вот выясняется что здесь не дают такие силы и как в америке где там 15 процентов и 20 вот а здесь там пару баксов накидывают и все возьмите во всяком случае нам так объяснили что друзья важно такой ситуации такой ситуации важно не спешить вообще надо сказать что вот тут мы сидим у этого пляжа буквально вот так вот 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 пляж сидим у этого пляжа и здесь люди настолько спокойные доски настолько неторопливые никто никуда не спешит и прямо знаете вы как какой-то другой мир совершенно попали в котором приятно но я надеюсь что вы сейчас приедем вот на побережье севернее чем здесь где будет проходить наш тренинг и тоже будем такие же спокойные даты мы сейчас спокойно просто нам сейчас надо еще возвращаться в банселону а здесь люди просто живут сидят там два-три часа обедают сейчас времени сколько 4 часа мы здесь уже сколько находимся чуть ли не час пока нас посадили минут 15 прошло пока приняли заказ но здесь именно вот кроме нас со света и никто никуда не спешит сейчас мы тоже не будем будем так спокойненько кушать и если следите скажу рыбка соленая они лишней соли пособоложили нет у тебя нет такой вкусно продолжаем трапезу